Программа «Новости будущего» создана при поддержке сети магазинов цифровой и компьютерной техники «Кью». Всем привет! Это «Новости будущего» — всё самое интересное из мира науки и высоких технологий. В студии Елена Иванова. Сегодня в программе поговорим о роботах. Японцы объявили, что самый передовой человекоподобный робот на Земле Asima обновился кардинально. Теперь это All New Asima — совершенно новая машина. И хотя внешне Android остался всё тем же белым космонавтом, нововведений действительно много. All New Asima стал легче, быстрее и сильнее. По сравнению с предшественником, новичок легче на 6 кило и весит 48 килограммов. Android получил прибавку в 23 степени свободы, и число таковых у Asima достигло 57. Плюс возросла скорость движения машины — 9 километров в час против прежних шести. Honda объявила, что улучшила интеллект андроида. Теперь мозг машины собирает и всесторонне оценивает данные от многочисленных сенсоров, выполняющих функции зрительных и слуховых органов, а также воспринимающих тактильные ощущения. Кроме того, на основе пространственного анализа Asima может предсказать направление, в котором человек пойдёт в течение ближайших секунд, и быстро найти пути обхода, чтобы избежать столкновения. Android может узнавать людей одновременно по лицу и голосу, а также распознавать голоса нескольких человек, говорящих наперебой. Рассказывая об улучшениях физической формы робота, Honda указывает на укрепление ног и расширение диапазона их движений. Теперь Asima может бежать спиной, прыгать на одной ноге или двух, гибко адаптироваться к изменяющимся ситуациям, чтобы, например, переходить на неровную поверхность, сохраняя равновесие. Модернизировали андроиду и руки. Новые датчики в ладонях и пальцах позволяют Asima, к примеру, взять бутылку, открутить крышку и налить в стакан, например, сока. Первая модель Asima появилась на свет в 2000 году. Новое поколение, уже шестое по счету. Кстати, неизменно белый космонавт теперь будет выпускаться и с цветными вкраплениями. А компания Nesky выпустила роботизированную собаку, которая может выступать в качестве поводыря для слепого владельца. Создатели начали трудиться над этим проектом еще в 2005 году. И данный экземпляр стал одним из последних прототипов, уже готовых к серийному производству. Машина передвигается со скоростью до 3,8 км в час. Это далеко не рекорд скорости, однако в случае со слепым человеком такого показателя более чем достаточно. Набор камер и сенсоров помогают роботизированному поводырю обнаруживать возникающие на пути препятствия и огибать их, ведя за собой владельца. В перспективе создатели робота могли бы оснастить собаку GPS, электронными картами и поддержкой голосового управления. Далее о новинках. Компания Panasonic представила планшеты Tovpad A1 и B1, которые можно ронять, бросать, поливать водой и пачкать грязи, и с ними ничего не будет. Защищенный корпус планшета отмечен рейтингом MIL-STD-810G, а это значит, он может падать на бетонный пол с высоты 1,2 метра, выдерживает температуру от минус 10 до плюс 50 градусов по Цельсию, а также не допускает проникновения пыли и воды. Помимо своей сверхвыносливости и защищенности, Tovpad A1 и B1 практически ничем не отличаются от своих обычных собратьев и обеспечивает довольно стандартный набор возможностей. Работает устройство под управлением Android Honey Camp, а съемная батарея обеспечивает до 10 часов работы на одной зарядке. Эти защищенные планшеты поступят в продажу весной 2012 года по цене 1299 долларов. Nokia N9, пожалуй, самый интересный смартфон компании за очень долгое время. Это первый и единственный смартфон на программной платформе Mi Go, основанный в сотрудничестве с Intel и впоследствии закрытый. N9 отличается от всего, что Nokia производила до этого, обладая действительно необычным интерфейсом. Корпус смартфона сделан из поликарбоната, материала, отличающегося высокой прочностью и устойчивостью к царапинам. Его удобно держать в руках, он не скользит, имеет приятный матовый цвет. Яркий AMOLED-дисплей защищен от царапин и ударов стеклом Gorilla Glass. И если на других моделях было видно, что между дисплеем и защитным стеклом есть небольшая воздушная подушка, то в Nokia N9 создается ощущение, что вы прикасаетесь прямо к изображению. За счет такой реализации дисплея он кажется немного выпуклым. Экранная QWERTY-клавиатура поддерживает свайп и смену языка одним движением пальца. N9 оснащен 8-мегапиксельной камерой с объективом Carl Zeiss, а также поддерживает функцию NFC. Кстати, Nokia N9 – это первый в мире полностью сенсорный смартфон без каких-либо кнопок на лицевой панели. Разблокирование телефона происходит двойным нажатием на экран. Приобрести смартфон Nokia N9 вы можете в сети магазинов цифровой техники Q. Ученые из Технического университета Мюнхена совместно с коллегами из Японского национального института передовой науки и технологий создали проекционное лицо для андроида под названием «Маскбот». Вместо того, чтобы возиться с кучей сервоприводов, придающих лицу машины подобие человеческой мимики, авторы этой системы просто воспользовались обратной проекцией. «Маскбот» представляет собой полупрозрачную рельефную маску, позади которой установлен видеопроектор с оптикой рыбий глаз. Это позволяет корректно выводить изображение носа, щелк, глаз и губ на поверхность маски. Изнутри новая полимерная маска покрыта люминесцентной краской. В сочетании с относительно высокой яркостью луча светодиодного проектора это покрытие позволяет наблюдать ожившее лицо даже при дневном освещении. Разработанный авторами проекта «Софт» меняет выражение лица по заранее заданным схемам, отражающим различные эмоциональные состояния говорящего, а еще подстраивает изображение губ и всю мимику в соответствии с произносимыми словами. Реплики можно записать заранее или просто напечатать их на клавиатуре. Система воспринимает английский, японский и немецкий текст, переводя его в звуки. Авторы новинки полагают, что она пригодится не только андроидам, например, роботом-компаньоном для пожилых людей, но и может выступать в роли трехмерного экрана системы телеприсутствия. При этом для организации общения не обязательно наличие видеокамеры на передающем конце линий. Для того, чтобы аппарат «Мазкбот» заменил находящегося в другом месте собеседника, программе достаточно его единственной фотографии. Сейчас немецкие и японские инженеры работают над вторым поколением «Мазкбота». В версии 2.0 не только сама маска и проектор, но и управляющий компьютер будут размещены на платформе мобильного робота. На этом я и партнер программы сеть магазинов цифровой техники «Кью». Желаем вам удачи! Увидимся в ближайшем будущем! Редактор субтитров А.Семкин